Для телезрителей HD Extreme.ru мы видим предстартовый парк, где спортсмены ждут открытия соревнований. Итак, добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители зимних видов спорта. Очень приятно приветствовать вас здесь, в замечательном центре лыжного спорта Демина. Сегодня у нас праздник, сегодня финал чемпионата Европы по снегоходному кроссу. Сегодня и завтра, сегодня третий этап и завтра будет четвертый. Как вы уже слышали на сцене, перед площадью участвуют 19 спортсменов из России, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Казахстана. Как комментировать будет для вас гонку, замечательный комментатор, официальный комментатор Андрей Спицын. Он находится в своей комментаторской рубке. Он вам всегда будет сообщать, все вы будете видеть на экране. Буквально через несколько минут, вот здесь именно где я стою, состоится официальная церемония открытия чемпионата Европы по снегоходному кроссу. Потом в 12.05 сразу квалификация. И, как вам уже говорили, замечательная программа артистическая. Но спортивная это сегодня. Сначала квалификация и потом два финальных заезда. По окончании которых в 16.00 на площади перед стадионом наградят победителей третьего финального этапа чемпионата Европы. Ждем официальной церемонии открытия. Итак, мы упустили команду Казахстана. Она, правда, представлена российскими гонщиками, но тем не менее команда Казахстана имеет место быть. Это 20-й номер Яша Карпан, это у нас Никишкин Савелий, 38-й стартовый номер. И 77-й Павел Орешков представляет команду Казахстана. Россия, Норвегия, Финляндия, Эстония, Казахстан. Сейчас главный судья даст команду участникам и они выйдут перед трибунами. Итак, уважаемые друзья, ждем официальную церемонию открытия чемпионата Европы по снегоходному кроссу. Звучат фанфары? Что ж, встречаем наших почетных гостей. И сейчас, буквально через 30 секунд, состоится официальное открытие чемпионата Европы по снегоходному кроссу в городе Рыбинске. Зрители, вы есть на трибунах? Вот. Итак, встречаем наших почетных гостей. Пожалуйста, все сюда, мы прямо будем вот здесь, прямо перед вами. Пожалуйста, все сюда, мы будем вот здесь, прямо перед вами. Востислав Анатольевич, заместитель губернатора Ярославской области. Киселев Александр Алексеевич, заместитель главы городского округа города Рыбинск. Китаев Александр Николаевич, глава Рыбинского муниципального района. Караваев Валерий Михайлович, генеральный директор открытого акционера общества «Русская механика». И специальный гость, руководитель байк-клуба «Ночные волки» Александр Сергеевич Залдастанов, больше известный как хирург. Я предоставляю слово Ростиславу Анатольевичу Даниленко. Добрый день, дорогие ярославцы, добрый день, дорогие гости. Я не буду долго говорить, я искренне рад, что сегодня у нас такой большой и замечательный праздник. И я, если честно, сам присутствовал на гонках снегоходов сегодня впервые, посмотрел вот разминочные круги. Конечно, производит неизгладимое впечатление, мне очень понравилось. И я искренне верю в том, что все будет сегодня замечательно, и этот праздник спорта пройдет великолепно. А участникам я желаю хорошего выступления, победы, и самое главное, чтобы без травм. Спасибо. Спасибо, Ростислав Анатольевич. Предоставляю слово Александру Николаевичу Китаю. Уважаемые спортсмены, уважаемые болельщики, мы рады приветствовать вас на нашей Рыбинской земле. Считаю, что любая погода благодать. Желаю всем праздника и успехов. Слово нашему специальному гостю, хирург, ночные волки. Наконец-то у нас технические виды спорта в России становятся и занимают достойно теперь место. Я этому, например, очень рад. Мне хочется, чтобы наши российские моторы побеждали в всех этих соревнованиях. Мы все сделаем для этого. Сейчас мы готовим проект русского мотоцикла, который, я уверен, мы реализуем до конца. В России будет свой мотоцикл со своим собственным мотором и будет своя легенда. Рыбинск, я поздравляю вас с этим соревнованием. И даем Россию. На этом соревнование наше. Чемпионат Европы по снегоходному кроссу объявляется открытым. Ура! Ну что ж, я прошу всех гостей пройти нас с места, как говорится, на трибунах. Всем спасибо, всем аплодисменты. И передаю слово официальному комментатору Андрею Спицыну. А пока еще фотосессия, пожалуйста, пофотографируйтесь. Ну что ж, зрители, поддерживаем сейчас. Андрей вам все расскажет, все объяснит, все покажет буквально сейчас, через несколько минут здесь перед вами. Элита снегоходного спорта Европы. Ну пока фотосессия. Спортсмены готовы уже. И сейчас буквально мы дадим им команду, и они поедут перед нами. Ну для телезрителей, вот 137 номер, это как раз один из претендентов на чемпионский титул Оли Херман Сегрен. Молодой, 18-летний гонщик из Норвегии. За ним Скляров, который пропустил первый этап, он под необычным для себя 34-й номером. Это дальний ряд. В ближнем, ближний ряд, 35-й стартовый номер. Каур Тислер, эстонский спортсмен, который на свободной тренировке был самым быстрым на этой трассе в Демино. Алексей Никишкин, 37-й, 977-й, Хадокин, Матес, гонщик норвежский на скиду в необычном желто-черном исполнении. Итак, ждем начала парада участников. Снимают гонщики снегоходные плащи. Сразу же после у нас торжественного представления участников будет квалификация. Кубликационный заезд. Каждый гонщик должен хотя бы один быстрый круг пройти и показать хороший результат. В этом случае ему даст, вот видим подставку, телезрители HD Extreme.ru видят подставку снегоходную и 137-й номер, чтобы не перепутали, она у него такая же. Потому что снегоход, у него автоматическая трансмиссия и по-другому прогреть гусеницу, вариатор не представляется возможным. Подвеска тоже у нас механик Сегрена прокачал. Ее Сегрена разминается сам перед началом квалификации. Погода сегодня благопривязывает. Небольшой снежок, но тем не менее лучше, чем вчера, когда под лучами солнца весеннего таял очень быстро снег. И я думаю, сегодня с таянием. Кто помнит прошлый год здесь, едва, еле-еле удалось провести у нас тогда этап Кубка России. Просто ливень проливной почти уничтожил трассу. Организаторы делали все, что могли. Ну, сейчас тоже погода, конечно, аномально теплая, но тем не менее хотя бы солнца нет. Итак, Рыбинск, мы готовимся к параду участников. И сразу после парада квалификация смотрим вот сейчас все здесь. И приветствуем участников. Не забываем, что Рыбинск самый гостеприимный город на Земле. Ведь это правда? Абсолютно правильно. Ну, кроме чемпионата Европы, гонщики. Итак, все, команда запустить моторы. Господа, заводите моторы. И Сегрен поехал. Первый. Итак, приветствуем 137-й номер Оли Херман Хаген Сегрен, Норвегия. Лидер чемпионата. Ну, вот, кстати, его здесь у нас эстонец опередил. Первый едет эстонский спортсмен. 35-й номер Каур Тислер. И старту. Ну, вернее, трасса у них Тарту. За ними Склеров. Дима Склеров. Ну, то есть, они поехали уже по трассе сейчас. И мы будем вам говорить о скоростных. Скоростных качествах спортсменов. Так, в медленном темпе на них полюбоваться не удалось. Видимо, это сделаем уже перед заездами. Примерно через час. Когда стартует первый финальный заезд. Ну, для телезрителей, вот, как раз мы видим Артикет. Зеленый снегоход. Зеленый с черным. Это арктическая кошка. Снегоход, как у чемпиона мира, Хиберта. Но им пилотирует его Каур Тислер. Эстонский гонщик. Вот сейчас Сегрен со Склеровым параллельно ушли на быстрый круг квалификации. За ними Алексей Никишкин. 37-й номер. Необычный для этого спортсмена. За ними двоечка Попов. Это обычный его номер российский. 977-й Матец Хадокин. 38-й Савелий Никишкин. Младший из династии. Мартюченко. 31-й номер. 8-й по рейтингу российских снегоходчиков сезона 2014. 30-ка Смолин. 33-й Денис Рязанцев. Вот Денис Рязанцева имеет наибольшие шансы из российских гонщиков, так как принимал участие в первых двух этапах чемпионата Героя. Мало того, что принимал, он занимает 8-е место. Сейчас 64 очка. Неплохая сумма у него. Правда, конечно, 35 очков отставания от Сегрена. Много. Но 35-й это практически один заезд с минус. И уже до 10-ти падает просвет. 25 очков первое место, 22-е, 2-е, 23-е. Так, лучший круг сейчас у Склерова. Сегрена сбросился. Мы видим по ходу гонки. 34-й номер. Дмитрий Склиров в России показал 54-0-18. В свободной тренировке у нас Тислера был 51 с чем-то. Но трасса выбивается раз. Потом ее равнял Ратрак. Тоже, может быть, что-то у нас изменилось. Итак, Склиров еще быстрее на втором. О, 51-868. Сегрена, 2-й, 52-е, 1-я, 10-я. Дмитрий Склиров. Оли Хермен Сегрена. Рязанцев, 3-й, 52-й, 5-й. Гадокин, 4-й, 54-й. Пехтерев, 5-й. То есть болельщики имеют возможность поглядеть и за гонщиками. Также обращайте внимание на табло, где указаны лучшие круги прохождения. Примерно 900 метров дистанция. Все перед вами поддерживайте. Поддерживайте участников. Мартюченко на 5-е место. Евгений Мартюченко, 31-й номер. Тоже не смог посетить первые два этапа чемпионата Европы. Сейчас для него, для быстрого российского гонщика. Но Пехтерев, кстати, перебивает результат Мартюченко. Артем Пехтерев, который проехал наоборот таки. Первые два этапа не совсем удачно. 32-й стартовый номер. Сейчас 5-е время показал. Там большие уже отставания. Начиная с Артема, 2 с лишним секунды отставания. Посмотрим вот на что. Сколько гонщиков на трассе? Да, к сожалению, только 18. Видимо, не удалось. Нет, едет, кстати, Густавсон. Едет. Кого-то еще у нас не хватает. Тори Густавсон сломал снегоход на первом же круге свободной тренировки. 16-й номер. Но сейчас он выехал. Ага. Нет Павла Орешкова. Вот это уже наводит на мысль. Потому что Павел Орешков упал на свободной тренировке. И, может быть, не все в порядке с физическими кондициями у этого спортсмена. Будем ждать его продолжением квалификации. Кто-то вылетел, кстати говоря, в районе линии финиша и вновь вернулся на трассу. 35-й стартовый номер у нас покинул трассу. Это эстонский гонщик, но он на нее возвращается. По-моему, кстати, Орешкова я вижу вот так визуально. Сейчас посмотрим подтверждение электроники. Выехал Павел на... Смотрите, все как интересно. Гонщики вылетают. Гонщики подходят. Что-то делать с машинами. Перед вами проходят. Захватывающее зрелище. Напоминаю, квалификация идет 20 минут. А потом в финал. А сейчас просто наблюдаем, любуемся и болеем. Итак, ну что. Три у нас. Одна четверть прошла. Шестая минута пошла квалификация. Лидирует российский гонщик Дмитрий Скляров. Стартовый номер 34. Ямбург Новый Ренгой. С временем 51-868. На втором месте лидер норвежской дружины. 137-й номер Оли Херман Сьюгрен. 52,1 десятый. Денис Рязанцев российский гонщик. 33-й номер 52,5. Рязанцев не улучшил. Тислер улучшил. Тислер сейчас восьмой. Но у него время скромное. 54,2. Он в свободной тренировке был куда быстрее. Тислер, кстати, по-русски не говорит. А механик у него великолепно. Лучше меня по-русски разговаривает. Ну, сейчас 20 лет парню, собственно говоря, 21. Они язык не изучают. А самая важная квалификация – это пройти свой быстрый круг. И поэтому спортсмены выходят, исправляя технические неисправности прямо перед вами. Вот слева от вас. И снова все вступают в гонку. 20 минут идет. Продолжаем любоваться зрелищем. К сожалению, нет Орешкова. Нет Орешкова. Это другой спортсмен у нас. Выехал на трассу. Будем надеяться, что хотя бы к заездам Павла удастся. Видим, все-таки последствия падения сказываются. Он сначала так сошел. Сам со снегохода ходил здесь. Потом что-то на колено присел. Может, какие-то старые травмы обострились. Итак, 77 номер у нас. Казахский спортсмен российского разлива Павел Орешков. Сейчас квалификации отсутствуют. Итак, Каур Тислер. 35 номер. Только я его покритиковал. Показал время 50-808. Это рекорд трассы в этой гоночной конфигурации. Интересно, удастся ли кому-то из 50 секунд выйти? Средняя скорость у него 60 км в час сейчас. Ере Тюнкунин улучшил. Финн у нас на седьмое место переместился. 227 номер. Мартюченко улучшил. Но он замкнул топ-10. 31 номер российский спортсмен. То есть пока лучшее время показывает номер 35 Каур Тислер. Это гонщик из Эстонии. Но мы продолжаем смотреть, наблюдать. Потому что квалификация это только квалификация. Все будет решаться в двух финальных заездах. Пока вам надо наслаждаться красотой снегоходного спорта. Это просто в самом деле красиво и здорово. Я к стыду своему не знал про чемпионат Эстонии, что они проводят снегоходные гонки. Дело в том, что у них очень много летних мотокроссменов. Андрис Кристинов еще был чемпионом СССР в составе команды СССР на Кубке Дружбы Сотстран в 80-х годах. Он дважды выигрывал Кубок Дружбы. Сейчас гоняется Кристина с младшей. Они привозили команду Эстонию в Мытище в свое время на Досафовскую гонку представительную. И достаточно много эстонских гонщиков у нас сейчас и на чемпионате мира. У нас выступает Юссе, Аугустус, старший брат и Робертс младший. Но вот про снегоходчиков эстонских мне, к сожалению, слышать не доводилось. Но тем не менее, вот у нас есть эстонский снегоходчик Каур Тисля, 35-й номер. Он сейчас лидер квалификации промежуточной. И надо сказать, что в беседе с ним, вот утром мы снимали, видимо, в записи покажем это, он сказал, что у них 30 спортсменов гоняются в Эстонии именно на снегоходах зимой. То есть это достаточно серьезный коллектив. Будем следить и за эстонским чемпионатом тоже в этой дисциплине. Артем Пехтерев улучшил 32-й номер, российский гонщик перебрался на 9-е место. Сорокопут сейчас, 7-й номер, Дмитрий Сорокопут, занимает 10-е место промежуточное. Итак, 35-й номер Тислер, 34-й Склеров, 137-й Сегрен, 551-й Кирхус, 33-й Рязанцев, топ-5, топ-5 быстрейших гонщиков. Третьего этапа чемпионата Европы 2015. Ну что ж, продолжаем, продолжаем наблюдать. Видим, что зрителей становится все больше и больше. Дальше будет интересней. Пока мы наблюдаем, у многих из вас есть в руках вот такие программки с указанием спортсменов. Можете наблюдать, смотреть. Они все перед вами здесь проходят. Все стараются показать свое мазерство. Пока лидирует эстонец Каур Тислер. Но наши спортсмены тоже в пятерке есть. Но напоминаю, что это пока только квалификация. Все решат финальные заезды. Андрей, пожалуйста, дальше. Итак, вторая половина. Пошла вторая половина. 10 минут закончилась квалификация. Ничего не изменилось. Некую паузу взяли гонщики. Они сейчас анализируют результаты свои. И готовятся дать бой уже под занавес квалификации. Тислер лидер. Тислер больше секунды. Секунда 0,6 у нас выигрывает у Склерова. Сегрен на третьем месте с оставанием секунда 293 тысячных. Падение. 37 номер. Вылетел Алексей Никишкин. Самарский гонщик. Ну, я думаю, он самостоятельно продолжит у нас квалификацию. Потому что даже не перевернулся. Снегоход сам вылетел. Алексей тоже многостаночник. Он и летом выступает в эндуро чемпионате России и в снегоходном зимнем. Правда, снегоходные последние сезоны у него не лучшим образом проходили. А вот летом он несколько раз становился чемпионом России по эндуро в разных классах. А вот кто был в прошлом году здесь на чемпионате России по снегоходам, видят, насколько лучше подготовлена эта трасса. Хотя и в том году сделали героические усилия для трассы. В этом году замечательно. 900-метровая петля вот такая. Все перед зрителями. Все перед трибунами. Будет безумно интересно смотреть. И, конечно, хочется выразить огромную благодарность центру лыжного спорта Демина за подготовку замечательного этапа. Хотя многие в Рыбинске говорили, а есть ли здесь снег? А видите, и есть. И какой снег, и какие снегоходы, и какие соревнования. Поддержим участника. Ну и болеем за россиян наших. Сейчас лучший из россиян. 34-й номер Скляров 2-й. 33-й номер Денис Рязанцев 5-й. За ним 30-й номер Смолин. Женя Смолин на 6-м месте. Алексей Никишкин, который только что вылетел 37-й номер, на 8-м месте. И Пехтерев с Сорокопудом 9-е и 10-е. Время еще есть. Порядка 7 минут с хвостиком на то, чтобы улучшить. Остались ли силы? Вопрос. Все-таки снегоход достаточно тяжелый. У нас агрегаты. Он быстро у нас уничтожает физические силы гонщиков. Как Андрей сказал, примерно 7 минут осталось. И мы понимаем, что круг проходят гонщики примерно чуть менее одной минуты. То есть не так много времени исправить лучшие результаты в квалификации. Но они еще все надеются. И мы еще перед вами видим все, сколько еще участников на трассе, кто еще выезжает и пробует улучшить свой результат. Ну как-то упал темп чисто визуально. И вот сейчас я не думаю, что на этом круге много гонщиков сможет улучшить. Хотя вот парочка визуально у нас летит быстро. Замыкает сейчас квалификационный заезд 16-й стартовый номер Тори Густавсон, которому не удалось потренироваться с утра. Я напомню, что вот этот зелененький снегоход под 16-й номер сломался на первом же круге тренировки. И Тори приходится осваивать трассу, как говорится, с чистого листа. Кстати, по маркам снегоходов, все-таки технические в их спорте, лидер 35-й номер Тислер пилотирует Артикет, 34-й из Клеров и Сегрен, Линксы. И Фредерик Кирхус, 555-й номер, пилотирует редкий в наших краях Поларис, поларную звезду. Поэтому снегоходы, ну не скажем так, не одинаковые, но они близки по своим возможностям и можем подготовить. Густавсон, кстати, вкатился в трассу 9-е время, показал 16-й номер Тори Густавсон с последнего места на 9-е отыграл 10 позиций. 19 спортсменов у нас, ну правда 18 сейчас на трассе, к сожалению, ждем мы Орешкова. Не знаем, что с ним там происходит, постараемся выяснить. Итак, гонка продолжается, чуть более 5 минут. Наблюдаем, смотрим, входим во вкус снегоходного кросса, уже начинаем понимать. И готовимся к тому, что где-то примерно через час, 13.30, будет первый финальный заезд третьего этапа финала чемпионата Европы по снегоходному кроссу. 4 минуты осталось до окончания квалификации. Склеров, отстояв 3 минуты в зоне механиков, помчался сейчас на быстрый круг. Нет, это был не быстрый круг, Склеров уже покинул трассу, видимо, его устроило вот это второе место. И улучшать его он не намерен. В самом деле мы видим, что погода благоприятствует спортсменам, потому что если бы было солнышко, наверное, для зрителей, для нас всех бы было хорошо. Но спортсменам лучше такая погода, по крайней мере, снег остается. И надежды на то, что будут показаны замечательные результаты, и то, что вы увидите сейчас в финалах, гораздо больше. Поэтому такая погода достаточно комфортная, ветер прекратился, с утра был ветерок, сейчас гораздо получше. Наблюдаем за гонкой. Да нет, слава богу, что такая погода, потому что когда мы ехали сюда, вчера светило солнце, снега уже в полях даже практически нигде не было. И мы с грустью думали, как же здесь будет у нас в Демино. Хотя мы видели фотографии, то есть телевизионная бригада HD Extreme была здесь неделю назад на лыжном марафоне. И мы знали о том, что здесь снег есть, что его будут у нас трассы сгребать и строить ее. Но как бы все равно было у нас несколько волнительно за состояние трассы, за возможность проведения. Но сейчас все сомнения отпали. Вот видите, здесь все перед вашими глазами, табло и отсчетчик времени 2.58 до окончания квалификации. После этого квалификация завершается и у нас будет небольшой перерыв до 13.30 и будем готовиться к финальным гонкам. А сейчас еще несколько спортсменов на трассе. Больше всех, кстати, кругов на трассе накрутил Алексей Никишкин. 14 кругов сейчас, вот 37 номер, он занимает 8 место в квалификации. Ну а тот же, допустим, Склиров, 6 кругов всего на трассе оставался. Сегрэн 10, Тислер 7. Ну, каждый спортсмен по-разному рассчитывает сил. Ох ты, еще одно падение. И такое оно достаточно эффектное. И в том же месте, где Орешков. В том же месте, где Орешков, чуть дальше повороте. Видимо, такой коварный поворот на 180 градусов. Желтые флаги вывешены. Это седьмой номер, это господин Саракапут. Дмитрий Саракапут, Ямбург, новый уренгой. Упал, похоже, без последствий. Сейчас при помощи флагмаршала они ставят снегоход на лыжи. И покинут это коварное место. В принципе, мы уже понимаем. Вот так вот, это сейчас только квалификация. Финал будет еще интереснее, как вы видите. И падение, и вылет из трассы. И постановка обратно. И тактика, и техника. Здесь и борьба. Все будет перед вашими глазами. Потому что это уникальное зрелище, когда мы видим все прямо рядом. Саракапут представлял команду России, команду Ямбурга. в Snow Battle of Nations в первом этапе в Семигорье у нас. И они сумели пробиться в финал. И в итоге заняли третье место за шведской и финской дружинами. Опытный гонщик у нас. Ну вот, видим ошибки тоже. Не застрахован от ошибок. Сегрент в прогулочном темпе. Не знаю, покидает трассу или нет. Нет, остается на ней. Кстати, идет последняя минута квалификации. И последняя возможность у гонщиков улучшить время. И прокатать свой снегоход. Понять, как действовать в финале. Но время остается все меньше. Уже последняя минута идет. Поэтому те, кто сейчас не успеет под клетчатый флаг пройти. Они так... Ну, Сегрент третий. Он тоже, я думаю, уже как бы сейчас у нас удовлетворен. Относительно своим промежуточным результатом. Надо поднажать Денису Рязанцеву, Киркусу, этим ребятам четвертым, пятым местам. Хотя здесь тоже уже уровень спортсменов. Но и квалификация это все-таки один круг. Не надо забывать, что квалификация один быстрый круг. А гонка это много кругов. У нас это 15 плюс круг. Кругов достаточно. Ну, я думаю, где-то порядка 18 они должны, 17 пройти по ходу заездов. Сейчас будем посмотреть. Итак, видим клетчатый флаг. Все, больше после этого на трассу выезжать уже нельзя. И только кто находится на трассе, они могут еще закончить этот круг. Ну, а быстро по трассе буквально не едет никто. Не едет никто. Ну, и так вот, 137 номер Оли Херман Сьюгрен, лидер чемпионата Европы из тех, кто у нас приехал, заканчивает квалификацию на третьем месте с вставанием секунды и три десятки. Денис Рязанцев в итоге пятый. Очень плотно здесь. В двух секундах восемь спортсменов от лидера. В одной секунде никто. Тислер доказал, что он быстрейший у нас, как и в свободной тренировке, так и в квалификации. Но опять же, хватит ли Кауру выносливости на все заезды, будем смотреть по ходу их. Ну что же, уважаемые друзья, поздравим всех вас с тем, что мы поглядели квалификацию. Прослушали очень профессиональный комментарий Андрея, который объясняет все. Как, что, то есть рассказывает все нюансы. А сейчас у вас есть возможность отдохнуть, еще раз полюбоваться здесь на стадионе. А также можно пройти на площадь перед трибунами, где будет выступать легендарная группа из дружественной нам Беларуси. Лепреконцы, пожалуйста, танцуем, отдыхаем в 13.30 здесь. Итак, флагмаршалы свободны пока. Примерно час у нас перерыв, 55 минут. Для телезрителей HDX Stream.ru результаты квалификации, таблица.